Здравствуйте, мальчики, девочки, студенты и студентки подготовки к государственным взаимолитетическим решения и объяснения. Вот я вам сейчас покажу, как решаются три задачи, которые на вам первые взгляды задумали. Ну что, поехали! На рисунке изображена зависимость силы тока через лампу накаливания от приложенного к ней напряжения. При последовательном соединении двух таких ламп источника сила тока в цепи оказалась равной 0,35 ампер какого напряжения на клеммах источника внутренним сопротивлением источника пренебречь. Вот такая вот задача, сила тока от напряжения и очень многих смущает, что график-то у нас непрямолинейный, непрямая линия. То есть как так? Закон Ома что ли не выполняется? Да, не выполняется, потому что закон Ома – это абсолютно идеальный, так сказать, закон. Ну а здесь вот дан график, ну будем сказать так, из жизни. Но, кстати говоря, ничего страшного абсолютно нет. Что же нужно, так сказать, сделать, чтобы ответить на этот вопрос, а ключ к ответу заключается в том, что зависимость силы только через одну лампу накаливания, через одну лампу накаливания. Ну вот и всё. Значит я пока запишу, что ток в цепи оказался равный 0,35 А, и току 0,35 А, вот если мы посмотрим внимательно, вот у нас 0,35, да, будет соответствовать напряжение, будет соответствовать напряжение, 110 В, да, ну вот, возьмите, посчитайте, 110 В, 110 В, вот это я сейчас запишу, а дальше мы будем соображать, вот, дальше мы будем соображать, каково напряжение, вот, ну давайте с вами посмотрим на самом деле, каким оно будет, вот, значит я записал 0,35, 110 В, это 1 лампа, 1 лампа, то есть если я сейчас нарисую источник тока, ну какой-нибудь аккумулятор, я не знаю, вот, и нарисую последовательное соединение двух ламп, так вот, ток, который здесь будет течь, ну вот я, к примеру, амперметр подсоединю, вот, и он будет у нас показывать ток 0,35 А, а вот если я сейчас посмотрю, каково будет напряжение на одной единственной лампе, да, вот сюда вольтметр подсоединю, он мне покажет 110 В, вот и всё, а напряжение в данной ситуации на двух лампочках, вот здесь тоже будет 110 В, потому что лампы-то одинаковые, и через каждую лампу будет течь ток 0,35 А, вот, значит и тут будет 110 В, а это означает, что на клеммах будет 220 В, вот если я сейчас сюда подсоединю вольтметр, вот, сюда подсоединю вольтметр, ну вот сюда, как бы на клеммы этого источника, он нам будет показывать, чему будет равняться вот это вот напряжение, которое показывает, ну вот этот вольтметр, этот вольтметр, ребятки, будут показывать одно и то же, ну вот, значит при последовательном соединении, ведь напряжение-то складывается, то есть если здесь у нас У, а здесь У1 и тут У2, значит У равняется У1 плюс У2, потому что внутреннего сопротивления здесь нет, вот и всё, так решается эта задача. Как говорится, график, который был дан, график, который был дан, он был дан нам для того, что посмотреть, что происходило при 0,35 А, да, было 110 В, вот так вот, вот что. Давайте посмотрим еще одну задачу, ну, одно и то же, практически, но что-то там, так сказать, есть разное. На рисунке изображена зависимость силы тока через лампу накаливания, через одно от приложенного к ней напряжения. При параллельном соединении двух таких ламп и источника сила тока в цепи оказалось равное 0,7 А. Каково напряжение на клеммах источника, внутренним сопротивлением источника пренебречь. Итак, две клеточки – это 0,1 А. Значит, если ещё мы две клеточки посмотрим, здесь 0,6 А. И очень многие сразу же впадают в депрессию, вот, потому что 0,7 А здесь у нас нет, да, как бы мы не можем посмотреть, чему равняется напряжение. Ребятки, ну, нужно чуть-чуть подумать. Для того, чтобы, так сказать, прийти к какому-то выводу, нужно что сделать? Нужно рисовать схему и представить себе, что происходит. Но ещё раз напоминаю, что при параллельном соединении двух таких ламп, а на рисунке изображена зависимость силы тока через лампу. Одну единственную лампу накаливания. Так, ну что, давайте нарисуем чертёж, потом вернёмся к этому графику. Ну вот, я схему нарисовал, источник тока, две параллельно подсоединённые лампы, а здесь амперметр. Ну, давайте, тут будет первый амперметр. Здесь у меня пусть будет, сейчас мы его нарисуем, второй амперметр. Вот он, второй амперметр. Вот, и сюда поставим амперметр. А вот. Понятно, да? Так, ну и что получается? Ток течёт от плюса к минусу. Вот пошёл ток. Раз, и приходит в этот узел. И что происходит? Он раздвояется, да? Раздваивается. То есть, один ток идёт сюда, а второй идёт вот сюда. Да. И тогда у нас ток, который втекает в узел, равен сумме первого и второго тока. Вот оно, что у нас означает. Ну а поскольку две лампы у нас абсолютно одинаковые, значит эти амперметры будут показывать одно и то же значение. Одно и то же значение. Ну вот. Значит, если этот амперметр показывает 0,35 ампер, значит и этот показывает 0,35 ампер. Правильно? Значит, вот этот амперметр будет показывать 0,7 ампера. Вот всё. Ну а теперь возвращаемся к нашему вопросу. И смотрим. Зависим мы силой только через одну единственную лампу. Вот. А что интересно, не важно. Напряжение на каждой лампе будет абсолютно одинаково и равняться напряжению на источнике. Вот смотрите. Вот здесь напряжение на этой лампе точно такое же, как здесь напряжение, напряжение на источнике. То есть, если у нас 0,35, вот 0,35, тогда у нас напряжение получается равным 110 вольт. Вот так вот. 110 вольт. Значит, напряжение на клеммах будет у нас, вот здесь вот на клеммах, то есть между двумя этими точками, 110 вольт. Точно такое же, которое будет при силе тока на первой лампе 0,35, тут 0,35, в сумме они дают 0,7. Значит, здесь, ещё раз повторяю, 110 вольт. Вот так вот решается эта задача. Как вы видите, ничего абсолютно сложного нет. Но, по моему опыту, эта задачка вызывает некоторые затруднения. Ну, а теперь она не вызывает. А всё почему? А всё потому, что вы учите, дорогие ребятки, физику на самом суперском канале. Готовитесь к единому государственному экзамену. На канале, который называется «Физика». Это просто канал, на котором достаточно сложные вопросы вдруг становятся простыми и понятными. Поэтому, если вы ещё не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Ну, и, конечно, лайк. Не забудьте поставить. Всё. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»